Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Михаил Непомнич, я веб-разработчик, и сегодня мы поговорим про правила хуков. Почему? Я как разработчик провожу иногда технические собеседования, и это один из моих любимых вопросов. И практика показывает, что процентов 70 человек не знает, как на него ответить, либо начинает отвечать и делает абсолютно глупые ошибки. Более того, я иногда встречаю этот код в наших репозиториях и, в частности, удивляюсь, откуда оно берется при столь опытной команде. Давайте разбираться раз и навсегда, чтобы эта тема была понятна, и мы больше не делали с ней ошибок. Разберемся сначала с тем понятием, что вообще такое хук делим мух от котлет. Это просто особая функция, которая предоставляет React и дает нам определенные возможности. Есть этот набор функций из коробки, их достаточно много. Важно, что все хуки начинаются с префикса use. Соответственно, из коробки их уже сегодня, наверное, около 20, я могу наврать, но их много хуков, но мы можем писать кастомные хуки. Эти хуки также поставляются с библиотеками, с внешними. По сути, кастомный хук, но на уровне библиотеки. И важно, что любой кастомный хук предполагает работу с коробочными хуками, то есть какую-то логику тоже коробочных хуков используют. Правило 2. Мы их разберем немножко в другом порядке, но это порядок из документации. Соответственно, вызывайте хуки только на верхнем уровне. Здесь много деталей, мы их разберем по порядку, но второе правило — вызывайте хуки только из React функций. Вот мы с этого правила начнем, потому что оно попроще. Что вообще такое React функция, надо тоже будет сказать, но сам факт. Раз мы говорим, что вызов из React функции, значит мы не работаем с классами. Неважно, как именно классы использованы. Это могут быть классовый React компоненты. Это не React функции, там нельзя использовать хуки, но любые другие классы, как бы мы их еще не использовали в приложении. Нельзя использовать внутри хелперов, утилит, сервисов для каких-то целей, потому что любые такие штуки, они предполагают, что могут использоваться где угодно. У них обычно нету префикса use, соответственно, нельзя и все. Можно из функциональных React компонентов, собственно, для них хуки и были созданы, а также из кастомных хуков. Кастомные хуки, они по определению переиспользуют, как мы уже говорили, другие хуки, которые идут из коробки. Ну и важно, что кастомные хуки тоже должны соблюдать все эти правила, о которых мы сегодня говорим. Вызов на верхнем уровне. Первое правило было по порядку, но много деталей, поэтому разбираем в такой очередности. И первое нельзя — это здесь внутри условий или циклов. Условия цикла уже, в принципе, не на верхнем уровне, но давайте посмотрим на примерах, что это значит, а также говорим, почему именно так. Соответственно, в данном примере у меня есть useState на верхнем уровне, а затем есть условие, внутри него еще какой-то хук. У меня использован useState, любой другой здесь тоже будет применим. Ну нельзя, у нас получается разное количество хуков при разных вызовах, при этом React может запутаться, что ему делать, как себя вести. То же самое с циклом, здесь еще больше этих самых хуков создается при разном наборе. Соответственно, в данном случае у меня есть массив, я предполагаю, что он может пополняться, и чем больше будет элементов массива, тем чаще будут вызываться хуки. Так делать нельзя. Соответственно, как можно, как ни странно, внутри условий можно использовать один особый случай, но на самом деле здесь тоже надо оговориться. в React, начиная с версии 18 или 19, я здесь могу наврать, но есть особый API, есть функция use. И несмотря на свое название, это не хук. Очень кажется, что это хук, но согласно документации это просто некий React API. Он работает с промисами, он работает с React контекстом, и вот его можно прятать под условия, это в данном случае сочтем за исключение. Почему? Соответственно, только на верхнем уровне, потому что здесь нам важно два момента. Первое, это то, что у нас одинаковое количество вызовов хуков при каждом рендере. Соответственно, когда у нас что-то меняется в самом компоненте, либо на уровне выше, у нас компонент перерендеривается, соответственно, функция вызывается еще раз, и все вложенные функции также вызываются столько же раз, сколько они написаны. Любой хук — это функция. Соответственно, если у нас есть state как функция, она вызывается, useEffect как функция вызывается, любой хук будет вызываться, и этих количеств вызовов должно быть одинаково. Второй момент — у нас должен быть порядок этих хуков также одинаковый. То есть, допустим, мы бы представили, что у нас есть и false, и в ife у нас один хук, и в else тоже один хук. Вроде бы количество одинаковое, в чем проблема, но порядок будет разным. В зависимости от непосредственно вызовов в разных состояниях компонента, мы получим проблему. Поэтому, чтобы внутренние вычисления у самого реакта не нарушались, нам нужно следовать тем правилам, которые нам предлагаются. И пойдем просмотрим еще примеры, почему оно так, соответственно, как нельзя. Нельзя после условия с return. Что это значит? Два примера посмотрим. У меня есть, опять же, какой-то state, и на основании этого стейта я могу разные варианты return возвращать. Например, когда у меня пустой массив, один вариант, когда у меня, допустим, состояние загрузки или состояние ошибки, я могу захотеть разные return, разные JSX возвращать моему пользователю. Если после любого из этих ife с внутренним return написать хук, то мы будем нарушать правила хуков. Так делать нельзя. Хотя, казалось бы, вроде бы хук на верхнем уровне, никакой проблемы нету, но у нас есть return, и после него, опять же, возникнет ситуация, что при перерендере у нас будет разное количество хуков, значит, так делать нельзя. Очень частый кейс, который я встречал на проектах, это вот такой вот подход, когда хочется проверить какое-то условие внутри компонента. Первым делом это условие может прийти снаружи, либо просто какие-то пропсы могут прийти, и мы можем свое условие на базе этих пропсов написать, и будем возвращать просто null, допустим. Когда условие выполняется, мы идем дальше, уже рендерим компонент. Все бы ничего, если бы у нас не было хуков, потому что когда хуки есть, опять же, у нас получается ситуация, разные рендеры при разных условиях, разное количество хуков, мы нарушаем правила хуков, мы так не делаем. Поэтому все хуки мы делаем до оператора return, вне зависимости от ситуации. Ситуация, когда мы возвращали null, она тогда должна у нас разрешаться на уровне выше, ну либо, опять же, у нас будут все хуки всегда вызываться, а потом этот null будет возвращаться. Опять же, все примеры с ошибками, загрузками и так далее, все должны идти после хуков. Следующий нюанс, внутри хелперов нельзя. Мы об этом уже сказали, но иногда хочется динамически создать хелпер внутри компонента, опять же, чтобы поменять стейт внутри, и внутри такого хендлера, опять же, это не верхний уровень, мы не можем использовать хук, потому что, опять же, не верхний уровень, разное количество хуков, при разных ситуациях мы создаем себе проблему. Внешнюю функцию хелпер создаем для любых целей, тоже хуки нельзя, мы об этом уже сказали. Также нельзя использовать внутри блоков try, catch и, соответственно, finally. Для работы с ошибками, для того, чтобы отлавливать ошибками, в React есть свой механизм. Для этого есть error boundary approach, специальные классовые компоненты. У меня на канале есть видео этому посвященные. В общем, так делать нельзя. Любой блок из фигурных скобок, и получается уже сразу не верхний уровень, мы так хуки писать не можем. Ну и еще пример. Соответственно, когда мы пишем функции, точнее хуки, некоторые из этих хуков принимают функции качестве параметров, и эти параметры также не могут внутри себя работать с хуками. Если нам эти хуки все равно нужны, мы выносим их на верхний уровень и вызываем их всегда, и работаем только так. Здесь есть нюанс, о котором иногда сыпятся новички, что путают понятие хуков и обычных функций обновления стейта. Еще раз, все хуки начинаются с префикса use. Поэтому, когда мы создаем стейт, у нас возвращается пара значения и функция обновления этого значения. И вот функция обновления этого значения не является хуком, хотя иногда почему-то хочется так думать. Поэтому setCount это обычная функция, мы можем использовать ее по любым правилам, вот все, что мы говорили до этого нельзя, к ней, к setCount и любой другой функции обновления стейта это не будет относиться. Здесь мы также можем сами себя защитить от своих собственных ошибок, просто настроив линтер. Если линтер никогда не настраивали, у меня есть видео на канале, вы можете посмотреть, как настраивать линтер. Линтер может в том числе нам и ошибки выбрасывать, даже не запускать приложение при наличии этих ошибок. И есть специальный плагин, который называется islint-плагин React Hooks, который автоматически будет нам говорить, что мы что-то с хуками сделали не так, значит надо исправить. Не стреляем себе в ногу. Ну и как бонус из другой секции документации о том, как еще нельзя или не рекомендуется работать с хуками. Это не входит в правила хуков, но также есть в официальной документации, нам не рекомендуют передавать хуки как пропсы. Я видел это на реальных проектах, в частности у меня были большие споры на этот счет, когда хочется вот так вот хук просто передать как пропс. Почему? Потому что так проще тестировать компоненты, мы можем замокать входящее значение очень легко. Но React нам так делать не рекомендует, поэтому не делайте так. Второй момент, если вы сталкивались с классовыми компонентами, скорее всего вам знаком паттерн Higher Order Components, компоненты высшего порядка. И вот так вот сложилось, что кто-то решил переиспользовать этот паттерн для создания динамического создания хуков и начал создавать Higher Order Hooks. Никогда с этим не сталкивался, но раз есть в документации, значит это реальные кейсы. И нам говорят, не мутируйте хуки, не надо создавать вот эти Higher Order Hooks, хуки высшего порядка. Опять же, на примере, когда есть какая-то функция, которая принимает хук, модифицирует его как-то и возвращает новый. Нам говорят, не делайте так. Соответственно, два правила с деталями, о которых мы говорили, две вот эти дополнительные рекомендации и хуки у нас в кармане. Мы готовы проходить технические собеседования, главное, мы готовы писать наше приложение без вот таких вот нелепых ошибок. Надеюсь, с хуками разобрались раз и навсегда, это поможет вам. Я напомню, меня зовут Михаил Непомнящий, мой сайт mishinep.com, у меня есть телеграм-канал mishinep, нижнее подчеркивание, channel. На этом на сегодня все, до встречи в следующих видео. Всем пока!